Представляю вам соперника в синем углу октагона спортсмены клуба Universal Fighters, представляющий Кыргызстан. Ему 27 лет, его рост 175 см, вес 65,7 кг, его профессиональный рекорд 4 боя, 2 победы, 2 поражения, Нурбек Калмама! Его соперник в красном углу представляет школу единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Ему 29 лет, его рост 175 см, вес 65,7 кг, его профессиональный рекорд 2 боя, 1 победа и 1 поражение, Николай Гончаро! Рефери в ринге Иван Сальников. Бойцы на центр! Что касается вот этого поединка, Гончаров против Калмамата, есть ли представление вообще о том, на что способны эти бойцы? Потому что у Гончарова рекорд 1-1, у Калмамата 2-2. В общем-то, в начале пути, можно сказать, находится. Бойцы примерно одного уровня, сейчас они, как мы видим, дерутся в стойке и заряжают довольно-таки мощные, очень мощные удары друг по другу. Вот как раз Гончаров попробовал лоу-кик пробить, а Калмамат ноги подключает и пока попадает в защиту, но вот сейчас заехал как раз лоу-киком по ноге Гончарову и тот пошатнулся. Ага, видно, видно, видно. Калмамат выбрасывает очень много ударов, очень много сил тратит. Возможно, это тактика Гончарова, потом дать сопернику вымахаться. Потому что пока первый раунд, все очень свежие. Небольшая техническая задержка у нас была, и Калмамат несколько минут провел в октагоне. Могло показаться, что попросту перегорит, да, может быть, перенастроится, но, как видим, вот по первой минуте боя он будет доминировать, судя по всему. Ну вот пока смотрим, пока, в принципе, неплохо себя показывает. Вот сейчас хороший удар в корпус пропустил с колена. Выстраивает пока Гончаров свою защиту. Гончаров в плотной коробке. Удар внутренний лоу-кик, да, прошел сейчас? В принципе, да, пока он терпит, пока все это терпит. Вот рано или поздно все-таки такие удары по ногам дадут о себе знать. Конечно, конечно, да, я это не по насучке знаю. Да, и как раз, когда были у нас в программе «Большая тройка», вы, в том числе и Александр Шлеменко, говорили о том, какую ценность сейчас лоу-кики представляют. Ну вот сейчас очень хороший удар он пропустил. Мое мнение, у него маленькая ошибка. Он очень много ждет, долго ждет. Нужно работать, нужно работать. Он принимает в блок, и постепенно все удары даже через блок они накладываются, копятся. И уже потом от малейшего падания человек может, в принципе, поплыть. Ну а «Колмамат» продолжает отбивать внутреннюю поверхность бедра «Гончарова», причем стабильно бьет в одну и ту же левую ногу. Возможно, как раз ставка, да, на это будет сделана. Сейчас попробовал по правой зарядиться, но ушел «Гончаров», успел увернуться, так разорвать дистанцию. А вот сейчас снова в левую попадает «Колмамат», но по касательной. Активизировали секунданты сейчас Николая Гончарова. Понимают, что необходимо ему что-то менять, и сечка небольшая появилась над левой бровью. Ну да, пытаются они его подгонять, потому что нужно делать, так как он, ну, просто бездействует. Он стоит, принимает, принимает, но толком ничего не делает. Изредка выкидывает один-два удара навстречу, но на самом деле для победы этого очень мало. Три минуты первого раунда тем временем практически у нас завершились. И пока, в общем-то, преимущество «Колмамата» не вызывает сомнений. Ох, хорошо сейчас попадает «Гончаров». Хорошая подставка. Нужно что-то делать, нужно что-то делать. «Колмамат» уже выдохся, я уже вижу. Немножко силы его покинули, он уже не такой активный. И смотрите, как легко сдает позицию. «Гончаров» его уже активно жмет. Он, в принципе, поджимается. У «Гончарова» еще и переносится разбито. Там тоже небольшое хрисок крови появилось. Это все он получил в начале боя, когда у «Колмамата» еще были силы. Но вот сейчас они под выдох. Поймал сейчас «Гончаров» и, посмотрите, пытается завершить досрочно. Не получается. Хорошая попытка. По идее, много сил он не потратил. Нужно давить. Давить для победы. Нужно давить. «Колмамат» уже еле дышит. А здесь проход в ноги не удался у «Колмамата». И снова отдает. Ох, удар коленом не проходит. Это, получается, муай-тай клинч, да, только что был? Попытался поджать голову поближе к колену. «Гончаров» явно посвежее. Намного посвежее. Вот о чем я и говорил в самом начале. И вымахался «Колмамат», вымахался. Сейчас уже нету силы даже руки держать. И смотри, как он легко отдает инициативу. И вот уже начинают накапливаться встречные удары от Гончарова. В общем-то, Николай Гончаров с честью выдержал вот эти первые пару минут, которые были тяжеловаты и стоили ему разбитого лица. Но сейчас, сейчас под занавес первого раунда уже Нурбеку-Колмамату приходится тяжеловато. И вот он как раз наверняка в сравнении с Гончаровым ждет, когда же эта минутная пауза наступит. И так посматривает в сторону. Смотрит на время. Пытается найти, где можно увидеть время. Так, получалось так, что вскользко смотрел на наш комментарийскую позицию. Гончаров явно забирает концовку боя. Вот уже, уже лоу-кик. Очень жесткий. Нужно продолжать в том же, в том же стиле. Хорошая подставка. И на этом все в первом раунде. Пошли бойцы по углам. Сейчас Андрей Корешков показал класс Николаю Гончарову. Тем самым, ознаменавав его работу в эти стартовые пять минут боя, но и тому, и другому сейчас необходима помощь тренеров и секундантов, для того, чтобы перевести дух. И в первую очередь Николаю Гончарову тоже остановка нужна для того, чтобы кровь притормозить. Там небольшая сечка, это больше похоже на такую царапинку, может, какую-то. Она не сильно кровоточит, просто есть. Сейчас, как бы, если оценивать раунд, то, скорее всего, ну, я бы отдал, наверное, его в пользу Калмамата, потому что у него было очень, было очень хорошее начало. Он даже и в нокдаун послал Николая. Но Николай в конце очень хорошо, скажем, реабилитировался. Ну, не знаю, хватит этого для того, чтобы судьи отдали ему. Ну, как минимум здесь ничья, я думаю, как минимум, как максимум. Калмамат выиграл первый раунд. Но смотрим. Я смотрю сейчас на Калмамата. Он никакой сидит. У Николая силы есть. Сейчас Калмамат, конечно, отдохнет. У него будет еще, возможно, скажем, первую минуту. На первую минуту его точно хватит поработать. Ну, а что будет дальше, мы посмотрим. Мне кажется, что сейчас, возможно, уже в этом раунде все закончится. Если Николай будет делать все грамотно и правильно. Сейчас Нурбеку Калмамату еще и бедра постарались так размять, чтобы кровь прилила к ногам, для того, чтобы свежесть них стала почувствовать. Второй раунд у нас стартовал. И вот как раз то, о чем говорил Андрей. Калмамат начинает с первых же секунд. Постарался, по крайней мере, активно сыграть. Хороший блок. Калмамат много выбрасывает ударов, но не все они доходят до цели. Из-за этого у него очень быстро кончаются силы. Сейчас ушел от прямого удара Гончаров. А вот эти два разбились о защиту новосибирского бойца. Гончаров хорошо держит блок. Хороший удар. Хороший. Отсюда было слышно. Хорошая защита. Молодец. Сейчас нужно давить. Нужно давить. Поджимать. Неплохой удар с левой проходит у Калмамата. Калмамат огрызается, огрызается. Пока есть силы. Вот увидев, что Гончаров идет на сближение, готовит удар ногой, тут же Калмамат старается навстречу удар выбросить, но уже с руки. И подключает пока преимущественно левую. Вот как раз. Вот прямой еще один. Такой первый бой, не скажешь, что разогревочный, да? Бойцы сходу задают тон сегодняшнему вечеру единоборств и дают понять, что это только начало. Это ведь только стартовый поединок, а еще девять впереди. И кто знает, какие нас ждут еще сюрпризы в дальнейшем. На самом деле хороший, зрелищный бой. Оба бойца неуступчивые. Каждый пытается гнуть свою линию. И показывает зрелищный бой, именно стойку. Хорошие попадания, правда с кользом, но было. Николай потихоньку наращивает темп, поддавливает. И пытается зарядиться на один-два удара. И секунданты подсказывают левый и правый. Вот сейчас Калмамат снова пытался взять в замок руки на шее Гончарова и с колена пробить, но не получилось. А вот это в прыжке с колена. Опасно было, опасно, да. Но Николай вроде все видит. Вот хороший тейкдаун. Хороший тейкдаун. Это первый период партера с сегодняшним бою у нас. В общем-то, бойцы сразу дали понять, что в стойке намерены выяснять отношения. Но раз представилась такая возможность Николаю Гончарову, то он с удовольствием ей воспользовался сейчас. Еще полраунда осталось. Сейчас нужно Николаю активно работать. Я бы на его месте пытался как-то выпрямить спину, наносить удары. Потому что судьи могут поднять. И в данной позиции Калмамат сейчас его никак, ну, его не напрягают. И он может отдышаться. Нужно пытаться сейчас Николаю как-то грузить, добивать, чтобы Калмамат тратил силы, вязал его. И у него постепенно отекали его руки, мышцы. И после этого удары замедлились полностью. Ну, сейчас Николай, в принципе, стематически занял выгодную позицию. Удерживает его внизу. И потихоньку забирает, забирает вторую половину раунда. А сейчас локоть подключил. Досталось Калмамата. Не успел он этот удар заблокировать. И тяжеловато сейчас приходится спортсмену из Кыргызстана. Николай Гончаров продолжает давить. И будь воля, получись у него выдавить соперника за пределы октагона через металлическую решетку. Это получилось бы. Сейчас снова локоть подключен. Хорошее давление он оказывает. Хорошее давление. Не дает, не дает встать Калмамату. И сейчас Калмамат так пытается изо всех сил не дать Гончарову выгодную позицию забрать для себя. Но Николай, посмотрите, коленом сел на руку. Но Калмамат успел ее выдернул. И не позволил себя лишить одной руки в качестве защиты. Но Гончаров снова неуступчиво пошел все в тот же прием. И снова Калмамат вырвался. Гончаров, в принципе, работает правильно. Он постоянно пытается отключить либо руку, либо ногу. И, скажем, лишить своего соперника средства защиты. И нанести точный удар. Пару раз ему это удалось. Его секунданты тоже подсказывают сядь на ногу для того, чтобы обездвижить его. И уже по ходу выполнения своих технических действий отключить руку и нанести безответный удар. И жесткий удар. Секунданты подсказывают, что осталось 40 секунд до конца раунда. Уже даже меньше полминуты. И, в общем-то, вторая пятиминутка у нас проходит при подавляющем преимуществе Николая Гончарова. И, как Андрей Корешков и говорил, в общем-то, Калмамата хватило на первую минуту второго раунда максимум. В дальнейшем доминирование новосибирского бойца не вызывало сомнений. В принципе, Калмамат хорошо огрызался в стойке. И такого явного преимущества у Николая не было. Оно было. У него было больше, скажем, точных жестких попаданий, чем у Калмамата. Калмамат больше пробивал по блоку. Сейчас Николай забрал уверенно второй раунд. Но Калмамат так на четыреньках подобрался к своему углу. В общем-то, вставать на ноги и не стоило сейчас. Нужно ему отдышаться. Николай Гончаров вынесли ему и стульчик. Но, в общем-то, сейчас идет Николай Гончаров к тому, чтобы паритет в поражениях-победах у себя пошатнуть и добыть вторую победу. Но говорить, конечно, преждевременно об этом, тем более, что еще третья пятиминутка, и кто знает. Всякое ведь бывает в свечных недоборствах, когда хватает всего одного удара для того, чтобы решить исход боя. Ну, вот сейчас показывают успешные моменты Николая. Хорошо он, в принципе, вовремя среагировал, прошел ногу. И забрал вторую половину второго раунда. Что обеспечило ему, конечно же, явное преимущество в этом раунде. Вот сейчас остался заключительный третий раунд. Но, судя по Калмамату, особенно посмотрев на его лицо, как он общался с секундантами, он очень сильно устал. И сейчас будет работать больше на, скажем, морально-волевых качествах. Николай же видно, что выглядит посвежее. Намного посвежее. Но ему нужно поактивнее, поактивнее работать. С учетом того, что бойцы не так много поединков провели, в принципе, в смешанных единоборствах, здесь, наверное, сложно пока говорить о том, какой тактике, какой стратегии они придерживаются. Вот, допустим, Калмамат сегодня постарался показать, что с первых минут он будет активничать. А вот Гончаров постепенно накатывался и продолжает идти по нарастающей. Вот что покажет третий раунд, сейчас увидим. Но по Гончарову не скажешь, что он значительно устал. Дышит спокойно, дышит ровно. И сейчас третья пятиминутка стартовала. И посмотрим, Калмамата, насколько хватит в ней. Хорошо отбивает ногу. Хорошее попадание в неприятную часть. Куда-то в малоберцовый нерв попадает. Сейчас еще один удар в район колена проходит. Вот такие удары ногой. Могут ли они опасными быть для того, кто наносит этот удар? Если попадет не в мягкие ткани, а в колено, допустим. Конечно могут. Конечно могут. Если попадет прямо в чашечку, можно и сломать даже ногу. Вот сейчас было очень неприятно. Попал в подставку. Калмамат размашными ударами пытался пробиться. Разбить защиту Гончарова. Хорошо Николай контратакует. Николай больше пытается работать вторым номером. Он, заметь, вытягивает на себя. И при любой атаке выкидывает какое-то контрдействие. Обычно это делает он, когда Калмамат пытается пробить какие-то прямые удары, но не размашистые. Так, Норбек Калмамат. Отжат ближе к краю октагона. Сейчас пошел захват. Попытка провести тейкдаун. И Гончаров рушит эту попытку на корню. Зажал соперника. И, в общем-то, не дает себя опрокинуть. Тут еще и локтем так в район уха куда-то зарядил. Так, чтобы Калмамат понимал, что и в этой позиции могут сыпаться удары. И может угроза последовать. Полторы минуты. Я бы на его месте дальше продолжал работать в октем. Но вот сейчас Норбек Калмамат как сцепил руки позади правой ноги. Гончаров атака не собирается их отпускать. И все-таки разорвалась дистанция. Гончаров вывел бойца своего соперника на центр октагона. И уже там в стойке продолжают выяснять отношения. Хорошо лоу-кик накапливается. Видно, как Калмамат уже похрамывает. Нога его красная. Отлично, отлично. Нужно занять позицию. Хорошо, хорошо. Коленом разбивает. Дальше нужно продолжать разбивать. Присел Калмамат. Хорошо. Продолжает дышать, продолжает отдыхать по мере возможности. Насколько это, конечно, позволяет соперник. Но Гончаров все-таки опрокидывает на канвас своего оппонента. Все правильно делает. Продолжает грузить. Не дает ему дышать. И постепенно набирает баллы для того, чтобы победить. Сейчас уже позиции на лопатках оказывает Снурбек Калмамат. И Николай Гончаров снова, как и во второй половине второго раунда, забирает, зажимает соперника у края октагона. И вот в таком клинче в положении лежа продолжают они приближаться к финальной серии боя. Калмамат будет только вязать. Сейчас нужно Николаю отрываться, вытаскивать руки, не давать себя вязать. И бить, 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 бить локтями, разбивать. Как раз вы видите, друзья, что рядышком с нашей комментаторской позицией бойцы бьются. И можем наблюдать за этим в самых ярких красках, в том числе и мы с Андреем. Очень сильно хочется начать кричать, подсказывать. В общем-то, Андрей, можно отключить тебя из эфира, можешь покричать, а я пока покомментирую один, если хочешь. Сейчас Николай уверенно забирает третий раунд. Меньше полутора минут до его конца остается. Но к чести Нурбека Калмамата тоже стоит сказать, что несмотря на то, что силы начали покидать его еще по ходу первой пятиминутки, он все-таки бьется до последнего. Хорошие локти заходят, нужно продолжать так же, работать, набивать, отрываться, бить с большим замахом. Так, последняя минута пошла. Сфунданты Нурбека Калмамата так внимательно наблюдают. Вот сейчас как раз одного из них показали крутым планом. А вот угол Николая Гончарота. Что-то посовещали, что-то обсудили. И тут же свежую порцию подсказок для своего подопечного тут же пустили. Бей-бей-бей, подсказывают, не нужно останавливаться. И вот сейчас локтем один-два удара проходят у Гончаров. Видно, как у Калмамата надувалась маленькая гематомка над глазом. Там еще и ссадина на боку правом. И сейчас снова локтем. Мощные удары, хорошо зашли. Левой рукой Гончаров продолжает поливать своего соперника. И вот сейчас встает на ноги, а уже сам в позиции стоя. Обороняется Калмамат. Локоть вдогонку. И вот сейчас прозвучал финальная сирена. Ну что, в три по пять у нас выстояли оба бойца. Хороший бой. Довольно-таки зрелищный. Большая часть боя прошла в стойке. Это именно то, что нужно зрителям. То, что они любят. Николай Гончарова приветствует аплодисментами. Норбек Калмамат тяжело дыша пошел в свой угол для того, чтобы пообщаться с тренерами. Но Николая Гончарова, наверное, уже можно поздравлять с победой. Потому что здесь, в принципе, в этом бою все ясно было. Ну когда? С начала второго раунда или с конца первого? Ну, мне уже стало казаться, что Николай заберет этот раунд, этот бой с конца именно первого, с половины первого раунда. Потому что, ну, не знаю, мне пока... Я сразу увидел, что Калмамат выкидывает очень большое количество ударов, выкидывает их мимо, либо в блок. И, естественно, очень много тратит сил. Ну и вот как раз вы можете прочитать все по эмоциям бойца из Кыргызстана, представляющего отзыва Universal Fighters. Продлился все три раунда, полные 15 минут. Это был невероятный бой, победу в котором единогласным решением судей одержал боец красного угла Николай Гончаров! Итак, друзья, первый бой завершился у нас. Николай Гончаров, представитель школы «Единоборство» Руслан Шлеменко, одержал победу. Лига, спасибо за возможность! Филиал! Всем эстафету передаю! Мы идем за победой! Филиал! КОНЕЦ! Продолжение следует...